Вы понимаете, насколько сегодня готова ситуация, я сказать сейчас не могу. Но вообще говоря, противодействие США заключается в том, чтобы мы перестали подчиняться американскому однополярному миру. То есть в реализации внутренних реформ, потому что только через этот механизм подчинения они формируют санкции. Вот давайте говорить, что у американцев есть два типа важных, чувствительных для нас санкций. Это первый тип, это они лишают нас права на кредитные ресурсы, правильно? То есть право на кредитные ресурсы. А кредитные ресурсы, почему они могут, вопрос, лишить нас права на кредитные ресурсы? Потому что у нас нет своих кредитных ресурсов. То есть мы, все наше государство функционирует, это и есть часть однополярного мира, на американских, английских и их союзниках кредитных ресурсах. То есть почему российский рубль не может быть кредитным ресурсом? Да потому что у него высокая процентная ставка, высокие нормы регулирования, которые не пускают рубль в российскую экономику. Следовательно, если мы говорим о противодействии санкциям в сфере кредитных ресурсов, ответ следующий. Реформа Центрального банка, обнуление процентной ставки, кстати, Путин об этом говорил еще в 2012 году. Реформа Центрального банка, обнуление процентной ставки, запуск в экономике по приблизительным расчетам около 6, сразу около 65 трлн рублей под имеющиеся залоги. Эти залоги сегодня используются иностранными кредиторами, а не нами. То есть это проверенные в мире залоги. Так вот, их на сумму 65 трлн рублей при сегодняшнем курсе. Использование, соответственно, этих залогов для эмиссии рубля кредитного, запуск 65 трлн, что даст экономике 10-15% на первом этапе роста и точно создаст 25 млн рабочих мест, которые в майских указах. И самое главное, если мы говорим о санкциях, обсоединит Россию от уязвимой для нашей внутреннего устройства и для нашей экономики, для социальной сферы, для граждан кредитные ресурсы США и их союзников. То есть в результате санкции в этой сфере будет просто нельзя объявлять, потому что они будут бессмысленные и глупые. Никому пустой доллар внутри России не нужен будет, потому что есть по такой же цене рубль, понимаете, для тех же целей. Это первая группа внутренних реформ, которую надо провести. И, наконец, вторая группа внутренних реформ, это второй тип санкций, которыми мы столкнулись активно буквально с прошлой недели, это удары по институту собственности в России. Вот их так можно назвать. То есть это как раз санкции по тем самым олигархам, по Русалу, Норильскому Никелю и так далее. В чем здесь проблема? Все институты собственности в России завязаны на иностранную юрисдикцию. И по самому фактору собственности, то есть владелец за рубежом, либо офшор, может быть там и наши люди, владельцы части из него, но они осуществляют это владение через зарубежную юрисдикцию. То есть либо через офшор, через иностранную, либо через Лондон, через IPO Лондона и так далее. То есть по сути это имущество, расположенное в России, не наше. И причем это имущество и даже госкомпании. Не случайно Газпром заключает, как бы выясняет отношения с Украиной, решает проблемы в Токгольмском арбитраже, а не в Московском. И Путин об этом говорил, что 90% госкомпаний из дел заключают в односторонной юрисдикции. То есть в этой сфере нужно провести резкую, жесткую реформу национализации, ну или не надо путаться государственной, то есть реформу деофшоризации, которая официально называется деофшоризацией. То есть прекратить подчинение российской экономики иностранному собственнику и соответственно иностранной юрисдикции. Это, ну по сути это передел собственности. Это мы понимаем с точки зрения юридической ее части. Владелец-то может быть и останется тот же, но он тогда юридически будет зарегистрирован в России. И как бы это, вот это самая глубокая и тяжелая часть реформ деофшоризации. И тогда нам надо провести как бы решение в сфере деофшоризации. Ну причем первый пункт и второй связан, потому что для того, чтобы предприниматели были собственниками в России, в российской юрисдикции, они должны здесь иметь такие же условия, которые они имеют в Лондоне. То есть низкие процентную ставку и судебную защиту. Вот эти две, вот этот комплекс реформ, Путин их обозначил все. И по судебной реформе он обозначил. Вот этот комплекс реформ и есть прекращение России быть уязвимыми перед санкциями, что автоматически означает их бессмысленность и отмену. Ну а из текущих вещей, вот как бы таких вот, то что называется точечно текущих, я считаю, что можно было бы ввести так называемый зеркальный ответ по санкциям в плане имущественного комплекса. То есть заморозить иностранные активы на территории России тех стран, которые объявили Россией санкцией на период санкции. Продолжение следует...